Итак, всем привет, с вами Дубгейм, продолжаем играть за Францию в Great War Redux. Началась уже война Первая мировая, и мы уже начинаем воевать с Германией здесь вот в Эльзасе. Ну как, они из Эльзаса атакуют? Мы, конечно же, не в Эльзасе, потому что у нас его нету, это Первая мировая. У нас, кстати говоря, с горючим проблемы некоторые, нам бы на самом деле его закупать, к примеру, у США, да? Ну да, и будем сейчас планировать вот эти территории по-быстрому занять, защитить, но в основном сейчас надо просто уезжать вот эти территории. И вроде как все должно быть отлично, посмотрите, просто на эту безумнейшую защиту, укрепленность 150%. Это дает нам баф просто ко всему, как это сильно безумно, просто. Ну что ж, удачи немцам пробиться. Мы еще, кстати говоря, возьмем немножко в авиационную доктрину в скобочках одну, и хотелось бы мне еще вот это поставить. Но у нас очень мало опыта, кстати говоря, у нас серия армейского опыта просто тонна, нам его некуда девать. Ну что поделать, и нам нужно будет военную экономику сейчас поставить, как на коксополитка. Здесь пошли морские битвы, кстати. Давайте понаблюдаем за ними. Что вообще наш... Классный непереведенный ивент. И так, первые потери. Так, что-то не очень... Вот здесь немецкий флот. Они очень быстро урона наносятся. Любопытно. А, ну потому что все корабли... Хотя их много, но они все очень слабые на самом деле. Поэтому мы еле-еле кого-то задамажили. Да-да. Очень-очень-очень... Вот и бьются так себе. Ну ничего. Мы здесь вот перехватываем их конвои. Кстати говоря, наши конвои пока не перехватываются. И что нам сейчас стоит сделать? А, это Британия уже сделала за нас, да? Как я вижу. Это вот эти вот территории. Надо было захватить. Но вот так, как я говорю. Германия, Британия это сделала за нас. Здесь Германия, колонии теперь больше нету. Здесь вот еще есть. Но я думаю, британцы с этим разберутся. Значит, эту армию можно будет отправлять куда-нибудь в Европу. А вот и на нападение в Бельгии надо срочно укреплять там фронт. Это, так сказать говоря, может быть ложная задача. В том смысле, что... Нужно успеть везде. Выдавайте вот так. Ну нет, смотрите. Всего лишь одно правильное. Ну, две, да, технические провинции. Они заняли. Сразу давайте, да. Пускай планирование готовится. Все как обычно. И я бы даже попробовал вот эту провинцию пробить. Потому что у нас тогда фронт станет намного проще. И вроде должны мы пробить. Посмотрим, как получится, не получится. Ну все, война статичная началась. Собственно говоря. Кстати, мне бы вот хотелось, чтобы сербы вот эту провинцию, точнее Черногория, удержала. Я тогда сюда флот переведу. Наш флот, кстати, говорит, да, сильнее австрийского флота. Ну, достаточно ожидаемо. А австрий флот особо не выделялся качеством, количеством. Ну вот мы потихоньку, да, будем их сейчас топить. Плюс их конвои топить. И надо будет перебазироваться вот сюда, чтобы отсюда, на самом деле, делать эти вылазки. Да, очень-очень медленные битвы идут. Но что поделать? Давайте вот вы сюда. И давайте продолжаем работать вот отсюда. Смотрите, я отправил краба на ремонт. Его попробовали перехватить австрийцы. И, видимо, пожалели о своем решении, потому что мы их сейчас сегодня будем продамаживать. Здесь, кстати говоря, не сильно успешно проходит нападение. Можно туда еще авиацию закинуть. Я думаю, это не сильно поможет. Да, мы здесь завязли. Все-таки первая мировая. Все это ожидаемо. Давайте-ка, ребята, вот сюда отправим. И вот эта армия у нас будет просто пока что формироваться как резервная. Где-то здесь пускай они везде стоят. Ну что, ну, нам пока нигде помощь не нужна. На самом деле, да. Так что, пускай стоят. И мы будем готовиться к танкам. Танками уже прорываться. Пехота здесь пока прорываться вряд ли получится. Ну, кстати говоря, военную экономику уже можем поставить. Прекрасно. Ускорим еще нам нашу постройку. Кстати говоря, нам тут железные дороги подломали. Давайте их починим, кстати. Нам, потому что со снабжением не надо проблемы иметь. Это очень неприятно. Терять войска просто из-за снабжения. И на все еще политику надо потратить на Шнайдера. На самом деле, зря я еще это поставил. Я почти не получил профита с этого. Но как получилось, так получилось уже. В те времена Россия, на самом деле, позиции это немножко задает. Нам бы вот это вот сделать, да. Надеюсь, это что-то им поможет. И нам бы пропаганду тоже поделать, чтобы поднять себе поддержку войны. Тоже полезная тема. А еще можно попробовать их фронт прорывать. Хотя я подозревал, что не получится. У них тоже укрепленность. Да, безумная. Конечно, не такая, как у нас. Окей, мы попробовали. Поняли, что не получится. Делаем 150% укрепление снова. Ух, какая-то жесть. Кстати говоря, на самом деле, это долго проходит. О, французы теперь стабильность получили. Отлично. Что ж, сидим. Ждем. Самая позиционная первая мировая. Еще и здесь, кстати говоря, мы в теории можем помочь. Да, давайте. Знаете, что вот этой армией мы будем делать? Мы будем помогать в Пенагории. Пока есть этот спорт. Да, надо его помочь удержать. Сейчас найдем генерала для этого. Я, в принципе, нашел. Тут этот парень должен... А, нет. У него строгий лидер. Не нашел. Ошибка. Блин, здесь куча неприятных перков у кучи генералов. И они, казалось бы, хорошие. Но вот какие-то перки им мешают. Типа вот этот перк, он будет мешать ему набирать опыт на нормальные перки. И вот так вот у нас генералы закончились. Поэтому мы идем заново. Видите, строгий лидер тоже точно мы не можем брать. Ладно, давайте, наверное, возьмем вот этого, да. У него хорошие статы. Они прокачаются, но нам это так сильно и не нужно. Нам главное, чтобы так только... Наверное, не всю эту армию мы туда отправим. На все у нас там снабжения не хватит. Ай, господи, я чуть не забыл сюда адмирала поставить. Ну, наверное, это будет просто парень, который быстро формит опыт. Собственно говоря, ничего большего. И мы тут уже подкопили морского опыта неплохо, да, за вот эти все бои, за перехваты. И полностью прокачали подводные лодки за это. Собственно говоря, теперь они будут эффективнее работать. И так как мы ими с флотом реально не особо сражаемся, да и не нужно нам это, разделяем их еще побольше, чтобы побольше вражеских конвоев находить и перехватывать. Османская империя присоединилась к центральным державам. Теперь вещи станут веселее. А вот этого вот парня можно будет перебросить. Точнее, как, вот этих вот парней можно будет перебросить. Как раз таки вот сюда. У меня вот есть Лис пустыни, крыса джунглей. Давай вот сюда. Поедет он сюда, будет воевать с османами. Сюда армия скоро доедет, кстати говоря, или нет? А, они вообще туда не едут из-за снабжения, что ли? Судя по всему, да. Да. Типа, ну ладно. Если бы вот этот провинция не захватили, то мы могли бы сделать нормальный фронт. Тогда бы, наверное, поехали. Так не можем. И вот, кстати говоря, то, о чем я говорил. Мы можем в среднем бомбардировщике скоро начать производить уже прям качественные. А, претензи на Сирию можем получить? Давайте. Есть у нас мировый прорыв. Но это не сильно много даст нам. Но на самом деле, что надо сделать? Ксерик, прикольно. Но нет. Давайте противовоздушные позиции возьмем себе, допустим. Хотя нам это не сильно нужно. Но в теории, в теории. Трубников там нету, не знаю. Нет, давайте тогда возьмем вот это. Вот это еще пригодится нам. И пойдем уже в танки потихоньку. Но именно ими мы этот вот ужасный фронт будем пытаться прорывать. Потому что пехоты, ну, вы видели, да? Мы, возможно, и сможем пробиться. Но это займет у нас миллион тысяч лет, я не знаю. И миллион тысяч в потере. Пока сидим. Россия на Сибирь тянет. Весь. Всю тяжесть войны, так сказать. Ребята, давайте все. Останавливаемся. Возвращаем наши 150% укрепления. И думаем, что делать дальше. В Германии, все говорят, разбавит русский флот, который зачем-то вышел в Северное море. А... Дестабильтация региона. Мы, ребята, мы бы хотели мира. Это Германия виновата в этой войне? Вы что, не слышали? Так, а почему мы не выезжаем на Стрелку? Потому что Стрелка не здесь. Это фейк-инфа. Я понял. Ладно. Давайте возвращаемся сюда. Будем выдумывать наше действие. Кстати говоря, у нас лот, оказывается, был такой более-менее поврежденный. Поэтому давайте уже его починим, чего бы и нет. Собственно говоря. Все равно наши подлодки никто не сможет поймать. И мы все равно ими успешно воюем. Сюда, кстати говоря, можно вот этого генерала сюда уже перекинуть. Здесь все-таки парень по качеству не будет. Да. Жалко, что немцы нас не атакуют, но что поделать. И нужно вот этим начинать уже двигаться сюда. Давайте мы приспособляться сделаем. Чтобы здесь местности такие себе бывают. И отсюда попробуем мы сами наступление устроить. Кроме того, мы попробуем. Ну, я пока вообще не вижу вариантов, как можно бы мы это проиграть. Потому что в Германии просто нет промышленности. Да. Из-за промышленности. Они потеряли военный взвод. Как? Кто у вас его украл? У них поэтому армия вот та, что на старте была, то и есть, да? У них авиации нету. А у нас потихоньку сейчас будет. У нас танки скоро появятся. По-моему, Франция в этом моде все-таки как-то перебафана. Слишком она выглядит сильной. Ну и плюс, конечно, ИИ-шки почему-то очень неправильное решение принимают. То есть, типа... Ладно, хотя бы военная экономика там есть. Слава богу. Смотрите. Огромное скопление флота здесь. Здесь еще османский флот, потому что сюда приехал. Давайте, как дочинимся, поедем с этим флотом сражаться. У нас на самом деле морские доктрины чуть-чуть прокачаны, да? Мы в не самом плохом положении в этом смысле. Так что давайте ударное соединение в бой. Ну-ка, французы прибыли. Немцы и османы бегут. Сможем ли мы кого-то за собой здесь оставить? Ну, походу, нет. Нет, ладно, чуть-чуть смогли. На основном просто понаносили урона. По различным целям. Не сильно большой это урон. Давайте по классике останемся здесь. Очень удобный порт. И будем здесь контролировать море. Я думаю, надо начинать напрягать вот этот вот кусочек земли, да? Причем так по-сильному напрягать, по-конкретному. Потому что хочется отсюда их выбить. Все-таки в идеале бы и отсюда выбить, да? И просто на границе их держать. Но хотя бы отсюда. Для этого я также еще сюда авиацию переброшу. Чтобы у врагов был дебаф на защиту от превосходства воздуха и 20%. Это много. Да, идем сразу в механизированное дальше. И я думаю, вполне вероятно, что мы сможем пробиться здесь. И зеленая показывает, и у них фронта фулл нету. И у нас просто здесь тонна шансов хорошие. Периодически мне тут ломают железные дороги. Так понимаю, дирижаблями. Что с этим поделать, ничего. Собственно говоря, надо просто чинить их. Экспедиционный корпус нет, спасибо. Ну и здесь наш флот периодически куда-то вылазит. Но, я так понимаю, Османский, Австрийский и Германский флот боятся поднять голову просто. И еще мы можем продолжить заниматься чем занимались. А именно, красть немецкие чертежи. Так, Либерия, видимо, в Антондах хочет зайти. Ну, допустим. Я не против, ребята. Заходите, если хотите. Любая винтовка нам поможет на поле боя. И надо... Я вижу, заново поиска в бой здесь поднимать. Первая волна устала. Нужно продолжать атаковать. Теперь уже второй волной. Видите, организация не кончается. Мы следовали к сфере минометы. Можно их начать производить. Нам бы еще, кстати, произвести себе орудий. Если бы он не был фокус на это. Вот это, да, надо его сделать. И поделать орудий. И вместе с этим... Да, раскачивать, наверное, минометы. Строить их. Чтобы наша флота имела еще побольше атаки. Можно им еще добавить тяжелую поддержку габлиц, да? Вроде как их нормально подстроили. Да, можем. Сколько она нам дала? Солидно, я бы сказал. Солидно. 24 атаки. Нормально. Пускай все с новыми пушками будут. И нас опять, да, сломали? Да, нас опять сломали. ЖД. Каждый день одно и то же. Как говорится, у нас вот эти войска сюда доехали. Давайте им будем пытаться прорубиваться. Можно еще и планирование. Давайте, пускай они планирование сначала наберут себе. Потом будем пробиваться ими. И можно вот этим тоже парням пытаться пробиваться. Османы здесь изводят свои войска бесконечными атаками. Ну, пускай. Россия на самом деле здесь проигрывает. Неудачно здесь идет война. Так что территорию, она какие-то потеряет, скорее всего. Вот без снабжения. Австрицы здесь, я думаю, в один момент дадутся. О, присоединиться в Японию хочет. Да, да, я думаю, почему бы нет. Японцы к оружию. Немцев задушат еще и здесь вот. Ну и да, у немцев осталось очень мало поддержки в мире. И заботы у них только уменьшаются. Господи, куда они деваются? У нас в Тигре тоже. На покупку? Ну там военный забот пропал. Вот куда военный забот пропал у них непонятно. Ну ладно, будем... Будем смотреть, что происходит с их промышленностью. А нам здесь надо, очень-очень надо пробиться сквозь эту территорию и фронт объединить. И сюда тогда мы сможем завести войска. А еще здесь вот улучшаю морскую базу, чтобы больше становления было. Кстати говоря, очередное сражение с Астрийским флотом, но... Результаты там не меняются. Каждый раз они просто теряют флот, теряют здесь везде конвои. Все, в общем-то, как обычно. Это, кстати говоря, любопытная ситуация. Давайте из нее выйдем. Мы, кстати говоря, могли бы сюда флот подвезти какой-то и разбить их там, но я думаю, уже ладно. А вот и прототип танка. Да. Два года опережения. У нас уже есть бонус на опережение один. Можем какой-то танк взять. 183 дня, господи. Давайте думать, что мы хотим. Наверное, тяжелые. Надо подумать. А, любопытный факт. У тяжелых танков прорыв всего 1.5. Странно. Я надеюсь, что влага здесь должно было быть 15-15. Ну ладно, берем тяжелые танки. О! Средний. Господи. Нормально, он сохранился. Из-за того, как отвлекся. Я, кстати говоря, думаю, можно уменьшить производство истребителей, потому что нам уже так много не нужно. Мы уже захватили преимущество в воздухе, верно? И вряд ли его отдадим. Так что можно сконцентрироваться на производстве теперь бомбардировщиков. А затем уже и минометов, в каких я собирался. Но, наверное, сначала все-таки минометов. Нужно еще побольше гаубиц, да? Чуть-чуть я вот здесь повышаю на разное производство. Должно, наверное, вот так. Потом минометы надо настроить будет в армию. Ну, тоже пятерочку. Надо чуть побольше, чем обычно, потому что надо успеть всем на производить, да? Но все равно не слишком много. Ракетная артиллерия. Это называется? Прикольно. А что она даст нам? Она даст нам просто еще больше статов, да? Поэтому, наверное, надо закинуть ее все-таки вот сюда. Ну да, почему бы нет? За три организации поднакинем еще себе. Пойдет. И сразу после механизма я думаю, мы пойдем тяжелотанка, шасси тяжелотанка во время Великой Войны. И вот нам тяжелотанки рекомендуют исследовать здесь. Но я вижу их статы, но и мне не хочется их исследовать. У них только защита больше и броня. Да, надежность больше, понятно, но но прорыва просто нету, а нам нужен прорыв. Как бы, да. Поэтому делаем именно их параллельно, наверное. Сделаем улучшенные турели. Здесь, не знаю, оптимизация обслуживания ради надежности. Да. Так вот, такой вот комплект исследований берем и берем вот это вот, чтобы очнуть, я так понимаю, вот это уже. Скорее всего, вот это. Как говоря, вот здесь вот мы не смогли прорваться все-таки. Так что давайте вот эту авиацию все сюда. Потому что нам нужно бороться с вражеской авиацией. И здесь вот замаксим себе авиабазы. Ну, одну авиабазу, я думаю, одной более чем достаточно будет. О, смотрите, лондонский договор подходит. Италия. О, Италия сразу и вошла война в нашей стране. Давайте им отправим тогда подкрепление, чтобы они точно не не потеряли территорий, да. Вот, наверное, вот этого парня туда отправим. Это все мне не очень нравится своими перками. Да, так что давайте вот его и с планированием пускай сразу едет. Ага, здесь мы не можем, нападать, потому что на нас нападают. Надо сейчас будет попробовать сразу же сюда и пробиться. Очень много я вижу, что снаряжение теряют и не не выполняют самое главное, потому что военных заводов нету. Кто съел военные заводы, признавайтесь? Где они? Просто где они? И у нас некого сломать, да? Давайте еще сломаем ради прикола вот этих парней, да? Они сейчас где-то там воюют, какие-то микробафы мы получим против них. Но по факту нет смысла в этом, пускай будет. И вот здесь вот эти вот ребята тоже накачали здесь и потихоньку, потихоньку прорываться будут в Египте. Ну, окей. А наши конвои здесь, кстати говоря, вон были потоплены Австрия, потому что своими подлодками пытаются это делать, но не сильно успешно. Нужно будет уже, я думаю, эсминцев сделать сразу после танков и апгрейд додатков мы займемся эсминцами. Я думаю, вот раз ускочу, то давайте пойдем в эсминцы, собственно говоря. А также серия подошла к концу, ребята. С вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, все как обычно. До скорых встреч. Пока.